Жень, ты не мерзнешь? Мне постоянно холодно. В такую погоду нужно одеваться теплее. Пойдем, я тебе покажу магазин брендовой одежды «Пиношоп». Это рубрика «Короче, сильные новости». Поехали! Не успели мы отойти от пятничного урагана, как непогода вновь разбушевалась. Сегодня ночью порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Без электричества осталось в области 90 населенных пунктов, две больницы, пять дошкольных учреждений, столько же школ. А всего по стране 941 населенный пункт остался без света. Одевайтесь теплее. Гомельчанину надоело, что по его улице постоянно ездят другие водители. И он попытался решить проблему с помощью газового баллончика. Это произошло в Новобелеце. Гомельчанин ехал домой. В этот момент ему дорогу преградил какой-то хулиган, который начал кричать, что это его улица, его дорога, ну а все остальные надоели здесь ездить. Мужчина вышел из машины, ничего не подозревая, получил газовым баллончиком прямо в лицо. Ну что, рассказали новость, давай быстрее ездим. На кассу. И снова о непогоде. Сильные новости разбирались, можно ли получить страховую выводу, если, к примеру, из-за непогоды на ваше авто упало дерево. Скорее нет, чем да. Женщина обратилась в ТАСК с просьбой о выплате страховки. Ей отказали, мотивировав это тем, что ветер в тот день был слишком сильный, аж 18 метров в секунду. Следовательно, никто не виноват, виновата непогода. Вот такие дела. Леш, спасибо за магазин, очень классно, мне понравилось. Расскажи, где он находится. Магазин Пиношоп, Новополезская, 3. Прямо напротив Макдональдса. Приходите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...